МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите наши новости. И вот их основные заголовки. Чей бугор на дороге? Коммунальные службы выясняют, кто восстановит неровный асфальт. Уголовное дело возбуждено за пожарно-кооперативной, ответит организатор майнинг-фермы. Второе место в чемпионате России. Сборная под Хэквондо-ЭТФ вернулась в Приморье. А теперь об этих и других новостях более подробно в студии Ирина Анциферова. Мы уже не раз рассказывали, как дорога под окнами дома может стать настоящей проблемой для жильцов. Жители многоквартирки по Фрунзе-71 регулярно жалуются нам на участок центральной трассы напротив их дома. В образовавшуюся там выбоину попадают автомобили, и от этого бесконечного громыхания люди испытывают массу неудобств. На полосу препятствий выехала наш корреспондент Анжела Галышина. Шум, грохот автомобилей и виск тормозов стали настоящей пыткой для людей, живущих в доме номер 71 по улице Фрунзе. Окна 92-летнего Бориса Провилова выходят прямо на центральную трассу, а точнее на тот участок дороги, где каждый год появляется глубокая яма. Именно она-то и является одной из причин многолетней бессонницы пенсионера. Примерно 10 лет назад ложили трубы. Положили, видно, сразу некачественно. И с тех пор все время в этом месте идет просадка, просадка и просадка. То есть вымывает грунт, грунт уходит, они вместо него новый ложат. То есть срывает асфальт весь, который провалился, засыпает щебенкой и снова асфальтирует. И так постоянно вот эти годы. Нам, и в частности, в минеях, как я говорю, собственно, все это очень мешает. Звук большой от проезжих машин, поскольку они на этих выбоинах прыгают, особенно в ночное время. Помятые диски, пробитые колеса, сломанная подвеска – все это подарки короткого, но опасного участка автодороги, у которой нет альтернативы, по которой ежедневно проезжают тысячи машин. Где-то в 30 метрах от опасного участка по обе стороны трассы установлены знаки «Неровная дорога». Местные водители, которые уже знают о предстоящем препятствии, заранее снижают скорость и притормаживают перед выбоиной. А вот те, кто в нашем городе впервые, невольно попадают в дорожную ловушку. Кто виноват и что делать? С этим вопросом мы обратились в департамент дорожного хозяйства, где нам ответили, что перед ведомственной организацией уже поставили задачу провести обследование данного участка автодороги, определить владельца теплосетей, чьи коммуникации, возможно, там и проходят, и обязать их устранить дорожный дефект. Однако сколько продлится весь процесс, неизвестно. А пока жильцам домов, соседствующих с автодорогой, придется и дальше спать в берушах. Автолюбителям во избежание трагических последствий соблюдать правила собственной безопасности и беречь свою жизнь и имущество. Анжела Галышина, Тарас Боднорук, Светлана Нурик, Городские новости. Прокуратура Артема признала законным возбуждение уголовного дела по факту повреждения и уничтожение неустановленным лицом имущества жильцов дома номер 4 по улице Кооперативная, где в феврале этого года, предположительно, из-за майнинг фермы полностью выгорели 8 квартир. Отделом надзорной деятельности МЧС по городу Артему 28 марта возбуждено уголовное дело по статье «Неосторожное обращение с огнем». В настоящее время уголовное дело передано в следственный отдел ОМВД России по городу Артему. По делу признаны потерпевшими 13 человек. Дело находится под контролем прокуратуры города Артема. И вот что сообщил телеканалу Артем ТВ прокурор города Павел Гречановский. Причиной пожара явился перегрев электрического оборудования, скачок напряжения в квартире второго подъезда на верхнем мансардном этаже. С данным наказанием предусмотрено до одного года лишения свободы. Уголовное дело поставлено на контроль в прокуратуре города. Еженедельно будут заслушаны руководители, которые будут докладывать о ходе результата и расследовании. Напомним, в ночь на 6 февраля в доме номер 4 по улице Кооперативной в городе Артеме произошел пожар. В доме полностью выгорели 8 квартир на мансардном этаже, в которых прописаны 25 человек. В 46 квартирах нарушена жизнедеятельность. 4 из 7 подъездов были отключены от теплоснабжения и электроэнергии. По словам представителя государственного управления МЧС России по Приморскому краю, в квартире, которая находилась в эпицентре возгорания, были обнаружены многочисленные компьютерные комплектующие, среди которых видеокарты, приборы для охлаждения оргтехники, платы, системные блоки и другие детали. Такими устройствами обычно укомплектовывают так называемую ферму по добыче криптовалюты. Луиза Сысоева, Денис Болтов, Светлана Нурик. Городские новости. Великий пост перед Пасхой – важное время в жизни православных. Он характеризуется прежде всего особыми богослужениями, молитвами и покаянием. Постятся ли православные? Как они относятся к ограничениям, которые диктует Великий пост? Продолжит тему наш видеосюжет. Сейчас идет Великий пост, более того, сейчас идет Страстная Седмица. То есть это такой вот период времени наиболее полный, насыщенный для человека верующего. Начнем с того, что у нас в храме сейчас каждый день служба идет. И верующий человек может прийти в церковь, помолиться, поучаствовать в богослужениях и настроиться. Знаете, как вот пример такой. Инструмент, да, фортепиано. Приходит настройщик и камертоном выверяет каждую нотку на этом инструменте. Вот такой вот Великий пост. Душевый человек вот эти струны настраивает и выверяет. Человек верующий настраивается на праздник Пасхи. Вы же помните, да, Христос воскрес, воистину воскрес. И вот всем постом человек готовится к восприятию этой истины. Пост, прежде всего, это молитва. Вот такой вот духовный настрой. А пища, это уже дело следующее на самом деле. Да, как бы есть ограничения пищи. Это мясо, рыбу, молоко нельзя. Особенно Страстную неделю. Ну, вообще нельзя, да. Но особенно этого придерживаться Страстную неделю, что нельзя. Есть категории людей, которым как бы на посту послабления позволяются. Но даже они Страстную неделю обязательно держат как положено. Вы знаете, что сейчас идет великий пост? Знаю, но я его не соблюдаю. А почему? Ну, как-то не приучено. С детства мы обычно нам, как говорили, нету Бога и все такое. Поэтому вот мы сейчас такие старики. Кто-то верит, а кто-то не верит. Если ты веришь в Богу, то надо соблюдать, конечно, пост. Вообще, думаю, что обязательно. Ну, от человека зависит. У меня вот не получается, силы воли не хватает. Обязательно нужно, обязательно поститься. Я не мясо, не как вас вообще не ем. Я только овощи, фрукты и молочные все. Стараюсь жирного не есть, так что-нибудь. Кашку, да. Я не соблюдаю полностью, я частично соблюдаю. А пост нет, по своей, как бы, позволяю, сколько моего здоровья позволяет. В добрых делах должен проходить, в смирении, в терпении, в общем, в мире душевном. А в питании, питание помогает снизить энергию ненужную. Раньше я соблюдал просто как диета, это было для похудения. Сейчас я со всеми молитвами уверовал и делаю все, как говорит настоятель, батюшка. Ну, как должно быть. Православные христиане, веруя в Господа Иисуса Христа, должны, прежде всего, позаботиться о чистоте души своей, об отношении к окружающим людям, к действительности. В Заводском прошли краевые учения по отработке тактики тушения лесных природных пожаров. Весна активно входит в свои права, почти весь снег растаял, и это значит, что наступило пожароопасное время. Службы должны быть во всеоружии. Подробности у нашего корреспондента Александра Сильверстовой. Чуть больше километра до ближайшего населенного пункта. Большой очаг возгорания, сильный ветер. В таких условиях без оперативного реагирования всех служб лесной пожар может закончиться трагедией. К счастью, на этот раз это заранее запланированные ежегодные учения по отработке тактики и техники тушения лесных природных пожаров. В этом году, ранняя весна, значит, во многих местах, в районах возникли лесные пожары. В основном они возникают от палов, сельхозназначения и переходят в лесной форму. На таких тренировках, на учениях мы отрабатываем, значит, все методы борьбы с лесными пожарами. В некоторых районах Приморского края уже действует особый противопожарный режим. По данным космического мониторинга, ежедневно на территории края регистрируется порядка 50-70 тепловых аномалий. По замыслу учений, в связи с высоким классом пожарной опасности, патрульными группами проводится плановый осмотр наземных участков патрулирования. В результате под поселком Заводской был обнаружен очаг возгорания. Для проведения превентивных работ по недопущению распространения огня на место происшествия прибыли пожарные формирования Приморской авиабазы. Впоследствии по причине развития пожара было принято решение о привлечении дополнительных сил и средств, а также специализированной лесопожарной техники. Условный лесной пожар был оперативно ликвидирован. Прежде всего хотелось бы отметить, что на территории заводского участкового лесничества в ходе наших учений по межрайонному маневрированию и организации управления привлекаемыми силами было задействовано у нас порядка 89 человек, 29 единиц автомобильной техники и более 40 других технических средств, которые предназначены для тушения пожара. В ходе отработались, как я уже говорил, это в первую очередь отрабатывались порядок взаимодействия, порядок организации связи. Вы сегодня наблюдали прекрасно, как пламя очень быстро распространяется и на значительных площадях. Поэтому взаимодействие должно быть четко и скоординированно и средства связи должны позволять, чтобы руководить подразделениями. На учениях присутствовали и совсем юные наблюдатели – дети, состоящие в школьном лесничестве «Зеленая планета». Школьное лесничество у нас образовано полтора года назад. Второй раз мы вывозим школьников и планируем и в будущем на такие же мероприятия проводить. Детям, конечно, интересно. Интересно посмотреть лесопожарную технику. Им самим дают некоторые инструменты, с этими инструментами поработать. Все это проводится для того, чтобы они видели, насколько опасен пожар в лесу и для чего нужны лесопожарные формирования. И, соответственно, прививать любовь к природе, в том числе и через такие занятия. Подводя итоги учений, представители департамента лесного хозяйства Приморского края отметили, что привлеченные специалисты справились с возложенными задачами в полном объеме. А также еще раз напомнили жителям о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности. Ребята показали сегодня довольно-таки неплохие навыки. Честно говоря, знают и умеют работать со всеми техническими средствами, которые у них на вооружении. Техника вся исправна. Вы видели, сегодня наблюдали, что работали и тяжелая техника, и трактора, и лесопатрульные автомобили, пожарная техника. В принципе, все готово к тому, чтобы встретить наш предстоящий лесопожарный период 2018 года. Александр Селиверстова, Денис Болтов и Светлана Нурик. Городские новости. Подарок к юбилею. Так можно сказать про обновление помещений Дворца культуры угольщиков. Косметический ремонт здесь проводится регулярно. И вот настала очередь капитального обновления. Деньги выделены по программе софинансирования, и это во многом облегчает задачи строителей. Тему продолжит наш корреспондент Александр Наточев. Каменный шахтер, установленный во Дворце культуры города Артема, аж в 1954 году только кажется таким монументальным. На самом деле, все давным-давно требует ремонта. Всего около 20 скульптур было установлено в залах и фойе Дворца. На них было потрачено примерно 100 тысяч рублей. Всего на строительство Дворца по смете 1954 года 20 миллионов рублей. В 2018 на ремонт выделено в два с половиной раза больше ценах этого года. Но на новые скульптуры все равно не хватит. Потому что у нас сейчас есть более приоритетные задачи. Нужно привести в порядок фасад, привести в порядок большой зал, так называемый концертный зал Дворца культуры. И ряд других помещений, которые требуют ремонта. Главный зал Дворца, безусловно, давно требует ремонта. Но он постоянно занят. Потому что это не только концертная площадка, но и репетиционная. Скажите, пожалуйста, мы вам не помешаем? Конечно же нет. И мы вам не помешали. Спасибо. Сейчас в Дворце культуры занимается порядка 15 коллективов. Когда ребята готовятся к каким-то соревнованиям, каким-то большим конкурсам, они используют сцену, потому что все это нужно отставлять на сцене. Репетировать нужно именно на площадке. Уникальность сцены Дворца культуры в том, что она сделана по специальному проекту. В мире таких сцен только две. В Новосибирском театре оперы и балета и в Артеме. Но на сегодняшний день планировка не соответствует современным требованиям. Если вы обратили внимание, у нас присутствует еще до сих пор оркестровая яма. Анахронизм. Поскольку мы ее уже не используем, мы планируем ее зашить и увеличить аванс сцены. Оборудование за кулисами осталось на уровне прошлого века. Поднять, опустить занавес, задник и кулисы можно только при помощи физической силы. Вот так это все происходит. Вот таким образом мы с вами опускаем к задних сцен. Вот он опускается. А хотелось бы, чтобы это было по-другому. Сидел оператор, нажимал на кнопку, задник опускался или поднимался. То, что точно останется из прошлого века, так это люстра. Украшение и гордость большого концертного зала, хотя и ей нужна профилактика. Люстра на самом деле держится надежно, хорошо, за это не стоит переживать. В этом году мы, кстати, планируем тоже ее опустить, посмотреть все крепления, сделать ревизию, поменять лампочки. Естественно, помыть ее, привести в надлежащий вид. Надлежащий вид нужно приводить не только люстру, но и сам зал, его оформление, дизайн, эстетику. И при этом не нарушить авторский проект, композицию и акустику. В первую очередь мы будем менять кресла. Мы уже как год ведем переговоры с московской компанией, с компанией-производителем кресел, потому что нам не хочется покупать китайские кресла. Укулон пол останется тот же самый. Мы постелим сверху фанеру, потом дальше постелим покрытие. Я так думаю, что это будет ковровое покрытие, естественно, оно будет противопожарное. И сверху мы уже поставим новые хорошие кресла. По плану реконструкции немного уменьшится количество мест в портере. Поменяется мебель и обивка на балконах, ярусах, ложах и в бенуарах. Также появятся места для инвалидов. Параллельно с Большим будет ремонтироваться и паркетный зал. Завершить основные работы планируется ко дню города. Разумеется, сохраняя уникальность архитектуры. Ведь дворец культуры города Артема – это памятник истории и культуры Приморского края. Александр Наточев, Тарас Боднарук, Светлана Нурик, Даная Михайлова. Городские новости. В круговороте дней сборник стихов под таким названием пополнил ряды городских библиотек. Его автор – известная артемовская писательница и поэтесса Зоя Нестеренко. В сборнике стихи о городе, крае, любви, дружбе, размышления из жизни. На презентации книги побывала моя коллега Луиза Сысоева. Когда она появляется в библиотеке, вы знаете, ну что-то такое светлое. Может быть, потому что она сама светленькая такая, а может быть, потому что она несет какой-то свет с собой. И неважно, в каком она настроении, оно меняется, как у любой женщины, да, и как погода дальневосточная. Но свет от этого человека все равно исходит. Светлая, мечтательная, сопереживающая, человек с тонкой, чувствительной душою. Все это можно сказать о поэтессе Зои Нестеренко. Таковы и ее стихи, пронизанные любовью к дому, в котором мы живем, к людям, окружающему миру. До Полинной аллеи пройду, улыбнусь с незнакомым друзьям, и в счастливые дни, и в беду. Я тебе свое сердце отдам, городов миллион на земле, в каждом городе чей-нибудь дом. Но дороже мне всех и милей город с именем славным Артем. Стихи Зоя пишет с 12 лет. Первый сборник «Ветер перемен» вышел в 2002 году. Вторая книга спустя пять лет. В нее вошли стихи, рассказы и очерки. Третий маленький сборник был выпущен к 70-летию Артема. Зоя Нестеренко – автор текста в книге «Храм свеча Божия» о строителях храма Богоявления в Артеме, изданной в 2007 году. Участвовала в издании книги воспоминаний о художнике Андрея Камолове. Была одним из авторов исторического издания о приморской православной епархии. С ее участием вышли сборники очерков «Женщины Приморья» и «Приморцы». Сборник «В круговороте дней» пронизан минорными нотами. В нем посвящение людям, которых уж нет. Грусть об эстротечности жизни. Поэзия, наверное, может быть для кого-то это покажется, что это уход от реальной жизни. А на самом деле стремление сделать жизнь выше, краше, чище, без нашей сермяжной повседневности, которая иногда убивает в нас человека. Откуда взялось название «В круговороте дней» конкретно, если говорить, это из стихотворений, посвященных Сергею Манину. Там есть такая строчка, и я понимаю, что эта строчка, она относится ко всем стихам, потому что у нас настолько бурная жизнь с начала века была и есть сейчас, что действительно иногда теряешься в этой жизни, и есть риск утонуть. На презентацию книги Зои Нестеренко собрались друзья, творческая интеллигенция, коллеги-журналисты. Были поздравления, пожелания творческого долголетия и даже стихи, посвященные самой поэтессе. Как поделилась с нами Зоя Иосифовна, в «Круговороте дней» ее заключительный сборник. Это подарок своему внутреннему ребенку, где изложены на бумаге все авторские «Хочу». Но стоит надеяться, что минорное настроение пройдет с весною, ведь творчество не имеет границ. В этой жизни у нас ничего не отнять, не прибавить, только пройденный путь говорит об ушедших годах. Но по-прежнему хочется крыльев не шире расправить и взлететь, и летать, и парить высоко в облаках. И, наверное, правильно, что, несмотря на потери, я шагаю вперед протоленную мною тропой. И, как прежде, наивно немножечко верю, что любая дорога ведет непременно домой. Все когда-то управится, будет вечер загадочно лунным, растворится мой день между улицами и людьми. И останется мне этот мир непосредственно юный, мир, которым мы все и всегда остаемся детьми. Луиза Сысоева, Денис Болтов, Светлана Нурик. Городские новости. Сборная Приморского края под Хэквондо ИТФ заняла второе место в общекомандном зачете в чемпионате России. Съемочная группа телеканала Артем ТВ сегодня встречала ребят. Это в основном дети от 9 до 16 лет. Всего 43 спортсмена из Артема, Владивостока и Уссуриска, а также поселка Пограничный. Среди них 13 чемпионов в личном зачете. Подробности у корреспондента телеканала Александра Селиверстовой. Счастливые родители и родственники встречали сборную Приморского края по Хэквондо ИТФ в международном аэропорту Владивосток. 230 спортсменов из 15 регионов нашей страны приняли участие в открытом чемпионате и первенстве России по Хэквондо, проходившем с 30 марта по 1 апреля в Московской области. Приморские тэквондисты сумели завоевать почетное второе место в общекомандном медальном зачете, уступив спортсменам из Москвы. Однако разница между золотыми и серебряными призерами – всего лишь две медали в общекомандном зачете. Наша команда Приморской краевой федерации очень хорошо выступила. Мы довольны результатами нашей команды. Отличились команды Владивостока, Артема и города Уссуриска. В принципе, мы довольны поездкой. Были во время судейства какие-то необъективности, но несмотря на эти трудности, тяжелые ситуации, мы разобрались и наша команда оказала хороший результат. Я доволен как президент федерации. Президент Приморской краевой федерации тэквондона Срединталипов не единственный, кто говорил о необъективном судействе. Среди встречающих оказался депутат законодательного собрания Приморского края Джамбулат Текиев, чей сын также принимал участие в чемпионате. Ну, нас засудили. Нашу команду засудили. По отзывам родителей, которые ездили в Москву, мы поняли, что к нам отношение было не очень хорошее. Поэтому я думаю, что надо сделать все, чтобы вот так больше не было. Если нужна поддержка для наших спортсменов административно, эту поддержку надо оказать, потому что дети, которые поехали, и детский спорт, он не должен быть, является местом интриг, а должны быть, наоборот, честные соревнования, в которых дети выигрывают, а потом достойно представляют нас, нашу Россию на международных аренах. Что касается наших артемовских спортсменов, несмотря на все преграды, они смогли показать отличный результат и завоевали более 40 медалей. Помимо этого, именно артемовцы стали самой многочисленной командой в сборной Приморского края по тэквондо. Артемовские спортсмены особо сильно отличились, так как поехало практически около 20 спортсменов. Очень много заняли их первых мест, выступали в разных дисциплинах, в личных тылях и в личных спаррингах. Большую часть отделились в дисциплине и личной спарринге. Готовились мы с января месяца, практически, можно сказать, три месяца готовились. Нам немного не хватило на первое общекомандное место. А так артемовские спортсмены достойно выступили. Я выиграл первое место по личным спаррингам по Масоге. Было мне достаточно средне тяжело, потому что соперники попадались ниже, и я с ними не работала. То есть мне было с ними поопнее работать, чем со своими. То есть я у них брал опыт, и они у меня брали опыт. Я выиграла первое место по личным спаррингам. Было очень сложно, потому что я выступала самая последняя, и с самого утра я сидела, и когда мы вышли, было очень страшно. Но я взяла первое. Я очень довольна, потому что я готовилась практически три месяца, и я именно туда летела за золотом. Я выиграла второе место по личным спаррингам. Я дрался четыре боя, и четвертый бой проиграл. Спортсмены из Тюмени. Это медаль за затыль. Это так было тяжело их получить, потому что надо было, чтобы стойки были правильные, чтобы была динамика. Это за командные. Мы разнесли просто всех в 6-0. У меня было четыре боя в личных маслоге. Я в финале проиграл. Но в личных спаррингах мы взяли первое место. Что было самое сложное? Финал. Александр Сильверстов, Тарас Боднарук и Даная Михайлова. Городские новости. На сегодня это все новости. Оставайтесь с нами. Мы есть практически во всех соцсетях. Я прощаюсь. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин